На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о главных темах выпуска. Сбил женщину прямо на зебре. Очередной ДТП с участием пешеходов. Вопрос с освещением в городе скоро должен решиться. Губернатор провела эфир по коммунальной проблематике. Юганские хоккеисты на первенстве России. И уже есть победы. Пересек сплошной, не предоставил преимущества, совершил наезд. Сегодня днем в нефтью Юганске произошло очередной ДТП с участием пешехода. Авария случилась на улице нефтяников. Пешеход переходил дорогу по зебре возле взрослой поликлиники в пятом микрорайоне. Тем временем автолюбитель выезжал с прилегающей территории. Первое нарушение – пересечение сплошной линии. Водитель 56-го года рождения при выезде жилой зоны при повороте налево не предоставил преимущества движению пешехода. В результате чего совершил наезд на гражданку жительцу города Нефтьюганске 56-го года рождения. Женщину доставили в Нефтьюганскую окружную клиническую больницу. Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям о соблюдении правил и призывают быть бдительными на дорогах. В этом году автолюбители по наблюдениям полицейских менее дисциплинированы. Об этом говорит и статистика. Если в 2019-м произошло 19 аварий с участием пешеходов, одна из которых со смертельным исходом, то в этом уже 21 ДТП, где 20 человек пострадали, а трое погибли. В Нефтьюганске сегодня произошел пожар в жилом доме 13-го микрорайона. К счастью, никто не пострадал. Звонок в пожарную охрану поступил во втором часу дня. Очевидец сообщил, что из окон четвертого этажа многоквартирного дома идет дым. Четыре единицы спецтехники и 19 человек личного состава прибыли на место происшествия через 4 минуты. Во время пожара в жилище никого не было. Пострадал только ремонт. При этом из соседних квартир во время тушения было эвакуировано 15 человек. Огонь полностью ликвидировали через 10 минут. Причину возгорания придется установить органам дознания. Зимнюю безопасность обсудили югорчане в прямом эфире. В онлайн-совещании приняли участие губернаторы региона, главы муниципальных образований и общественники. Основные темы – уборка снега и мусора, надзор за бездомными животными и уличное освещение. По последнему вопросу большое количество обращений поступило от нефтеюганцев. Подробности в следующем сюжете. Темно на дорогах и внутри микрорайонов. Такие комментарии звучали от нефтеюганцев накануне прямого эфира по зимней безопасности. Одно из обращений касалось 12 микрорайона. Наши дети ходят во вторую смену, хотя зимой в первую смену темно. Дорога до девятой школы, до центра социальных выпалах не снабжена столбами освещения. Сейчас город занимается решением этого вопроса. Администрация готовит документы на концессионное соглашение. Его должны подписать до конца года. Наталья Комарова попросила администрацию ускорить работу. Мы правильно понимаем с земляками ваш комментарий, что установленный уже теперь мною срок до конца текущего года. Будет издан публичный нормативно-правовый акт, в соответствии с которым горожане будут знать о планах муниципалитета. Что касается 12 микрорайона, пока на этом участке, по словам главы города, приняты временные меры. А именно, не отключается наружное освещение на девятой школе, детском саде «Ромашка» и реабилитационном центре. Помимо этого, в скором установят два осветительных прибора на трансформаторных подстанциях. Они также улучшат ситуацию. Мы выходим уже на заключение. До конца года будет заключено конституционное соглашение, в соответствии с которым, мы надеемся, полностью будет инвестировано в освещение уличной дорожной сети города Нефтьюганска. Мы нашли выход, который позволяет построить огромное количество сетей, расплатиться за это строительство на протяжении 10-15 лет. А это значит, что город ожидают большие изменения в освещении уличной дорожной сети. Запланированы реконструкция старых и строительство новых осветительных приборов. В рамках концессионного соглашения возведут 51 объект. На все уйдет полтора-два года. Начнут с наиболее проблемных участков. Кристина Кочерова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В Югре все заболевшие COVID-19 будут обеспечены бесплатными лекарствами. В течение ближайших 10 дней в округ должны поступить препараты, предназначенные для пациентов, проходящих амбулаторное лечение в поликлиниках. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в Инстаграм директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. Обеспечение бесплатными лекарствами решение федеральных властей. Госбюджет выделил на это региону около 160 миллионов рублей. Примерно столько же прибавило к этой цифре и правительство округа. Как отметил Алексей Добровольский, сегодня Министерством здравоохранения определено 7 схем амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. Медикаменты будут приобретаться в соответствии с этими схемами. По словам руководителя департамента, сегодня данные препараты в Югре в дефиците. Однако правительство региона рассчитывает уже в ближайшее время в корне изменить эту ситуацию. Также Добровольский предостерег югорчан от самолечения и напомнил, что поставить правильный диагноз может только врач. Проводят каникулы в дистанционном формате. Для школьников Нефтьюганской учителя подготовили обширную онлайн-программу на осенние каникулы. Это и поучительные мастер-классы, и веселые викторины, и активные зарядки. Наша съемочная группа узнала, как организовали досуг для ребят из 7 и 9 школ города. Приготовить витамины салат, смастерить в технике оригами рыбку, кота, тюльпан или же сделать веселую подзарядку. Всю неделю в период каникул особого назначения 7 школа не даст заскучать своим ученикам. Более 10 учителей представят ребятам свою специально разработанную осеннюю программу. Это каникулы особого назначения. Это представляет собой такую программу дистанционного формата, раз уж так привыкли мы работать в этом режиме. Возрастная группа деток с 1 по 11 класс, общей численностью 179 человек. Приготовлены для детей мастер-классы как в онлайн-формате, так и с записью. С сентября разрабатывала свою программу и 9 школа. В осенний период она примет 234 ребёнка льготной категории. Главная тема лагеря – Югра. Ребят ждут тематические викторины и задания вплоть до изготовления национальных кукол. Югорский город детства – это по той программе, которая работает наша школа. Вообще наш лагерь называется Югория. Целью нашей программы является развитие творческих способностей ребёнка. Это мастер-классы, это лидерские качества. Вообще возраст наших детей, которые у нас в онлайн-лагере, с 1 по 8 класс. Кабинеты педагогов оборудованы всем необходимым. Камера, высокоскоростной интернет и необходимая программа для встречи с учениками. Здравствуйте. Нас слышно? Да. Конечно, педагоги скучают по своим ученикам. Хоть и привыкли в формат онлайн, но живого общения не хватает, признаётся Елена Владимировна. Для второклассников учительница начальных классов подготовила интересные и активные игры. Сегодня у нас с вами интересная программа. И детей, кстати, ждёт путешествие в много чего неизвестного. Мы с ними отправимся в сезонные изменения. Мы с ними отправимся в типичное время года. Поговорим, что у нас происходит за окном. Также мы с ними повторим безопасность, так как дети в основном остаются сейчас дома одни. Молоко, масло, сгущёнка, сок. В этом году ребят в столовой кормить не будут. Вместо привычных горячих обедов в школах подготовили продуктовые наборы для детей из льготной категории. Получить его разово смогут родители в любой день осенних каникул. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадио компания «Юганск». РЖД меняет расписание поездов, следующих через Югру. Это связано со снижением пассажиропотока из-за роста заболеваемости коронавирусом почти во всех регионах России. В РЖД решено отменить поезда, билеты на которые не пользуются большим спросом. На официальном сайте компании пассажирам уже предложено совершить поездки на других составах, либо в полном объеме вернуть деньги за проездные документы. В новом расписании уже нет ряда поездов, курсирующих через Югру. В частности, с начала ноября сокращено количество составов с сообщением Уфа-Приобье, Нижневартовск-Адлер, Оренбург-Нижневартовск, Екатеринбург-Приобье, Тюмень-Нижневартовск. При этом железнодорожники уверяют, в поездах дальнего следования принимаются все необходимые противоэпидемические меры. Перед отправлением и сразу после прибытия в пункт назначения вагоны обрабатываются дезинфицирующими средствами. Персонал проходит ежедневный мониторинг здоровья. Югорчанам, которые неважно себя чувствуют, тоже лучше сидеть дома. Ведь при подозрении на коронавирус пассажира могут снять с поезда и отправить в больницу на ближайшие же станции. Похитил банковскую карту. Нефтьюганец 1985 года рождения бесконтактным способом оплачивал покупки в различных магазинах города чужой кредиткой. По данному факту полицейские в субботу возбудили уголовное дело по статье кража. И это не единственное преступление, зарегистрированное правоохранителями на выходных. В тот же день 28-летний местный житель нарушил правила дорожного движения. Передвигаясь на автомобиле марки Митсубиси, мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ниссаном. В результате два человека получили телесные повреждения. По статье кражи придется ответить еще одному нефтьюганцу 1985 года рождения. Он похитил имущество из квартиры знакомого. А жертвой дистанционных мошенников в эти выходные стал один горожанин. Через соцсети мужчина хотел устроиться на работу. Мнимый работодатель сказал, что необходимо перевести 14 тысяч на различные расходы. Что потерпевший и сделал. Естественно, никакой работы он не получил. Дебют нефтьюганских медведей. Наши юные хоккеисты впервые принимают участие в первенстве России. Для того, чтобы участвовать в соревнованиях высшего уровня, команде пришлось проделать огромный путь. И доказать всем, что являются не просто любителями. Упорные тренировки победы и поражения. Несколько лет нефтьюганские медведи 2006 шли к своей цели. И вот, наконец, мечта юных хоккеистов осуществилась. Они участники первенства России. Юные хоккеисты уже сыграли первые две игры, которые проходили в Омске. Один из матчей выиграли. Кирилл Иванов получил травму в плече и не смог участвовать в старте первенства. Но надеется восстановиться к следующим играм. Я очень люблю город. Мы можем представлять город за свой год. И можем показывать хорошие результаты на игре. Сергей Петров ранее тренировал команды в Томске и Ханты-Мансийске. А с 2019 года помогает нашим медведям. Прогнозы на игры он предпочитает не давать. Считает, что на соревнованиях имеет значение не только подготовка, но и удача. Я эту школу уже проходил, а ребятам, вот сейчас у них спросите, а им интересно было. Потому что играть это лучше, чем тренироваться и сидеть. А ты первый выигрываешь? Да, это вообще нефтьюганская игра на первенство России. Победа посвящается всему нефтьюганскому. Впереди ребят ждут серьезные соревнования. Поэтому команду решили усилить и пригласили игроков из Пойковского и Сургутского района. Тренировки проходят пять дней в неделю, а на осенних каникулах по несколько раз в день. Ближайший соперник уже известен. Это сургутский олимпиец. Мы будем тренироваться. Как мы знаем, то что это соперник не из легких. Так что надо будет постараться, усердствоваться на тренировках и выложиться на игре на 200%. Большинство мальчишек в хоккей пришли еще малышами. Все эти годы рядом с ними родители. Помогают, поддерживают, болеют, наблюдают за тренировками, ездят вместе с сыновьями на соревнования. Хоккей, кстати, один из самых дорогостоящих видов спорта для семьи. Чтобы помочь команде не только морально, решили создать общественную организацию. Главные заботы взяла на себя Анастасия Родионова. Или, как называют ее сами медведи, хоккейная мамочка. Мы в городе Нефтьюганск. Дети наши рожденные, живущие на севере, как никто другой имеет право. Это наш спорт, хоккей, наш зимний вид спорта. Поэтому появилась идея, чтобы запустить проект, чтобы наши дети тоже смогли участвовать в первенстве России, представлять наш город. Ближайшие игры пройдут 7 и 8 ноября. А пока Федерация хоккея продолжает искать спонсоров. Чтобы представить город на всероссийских соревнованиях, необходимо 7 миллионов рублей. Алина Ширина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня началась самая короткая рабочая неделя ноября. 4 ноября у большинства югорчан выходной в России отмечают День народного единства. Следующая короткая рабочая неделя будет лишь перед самым Новым годом. Она начнется 28 декабря и продлится тоже 4 дня. И на этом у меня вся информация. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова